Мы ее взяли, я бы рассказывал, по той причине, когда уже не выдержала такие нервы, когда у нас были страшные пыльные бури. Когда два года подряд нас яровые культуры уничтожили, выдували, весной полностью повыдували, и искали выходы, как что найти. И по совету некоторых товарищей, что есть такая система наутил, начали изучать, и сразу купили сиелку. Это какой год был? Это мы купили в 2013 году. В 2013 году? Да, первую сиелку. То есть вот тогда же и начали заниматься? И сразу перешли, 100% перешли. Сразу перешли? Да, сразу перешли. И в принципе мы с первого года не потеряли ни грамма урожая на будущие годы, ни разу. У нас не было понижение. Так, у вас не было? Нет, ну это я считаю неправильно, когда говорят, что это понижение. Нет понижения урожая, совершенно нет понижения. Ага, просадку не получили. Небой просадки, да. Ага. И на сегодня это двудисковая сиелка. На сегодня я считаю, что вот это наши анкеры, самодельные, лучше сиелки, качество посева, чем заводская дорогущая сиелка, американская. Интересно. Эта сиелка полностью самодельная. Для этой сиелки только ящики заводские. Ага. Для семян. Ага. Да. Колеса переделаны, это были какие-то мазовские, их полностью переварили там, чтобы привод был отсюда на бок. То, что там внутри у него, на мазе. Все это сделано людьми за два месяца. Люди, не имеющие большого опыта изготовления. Ага. Усовершенствовали. Сахалин, да? Ага. А мы уже немножко пустник усовершенствовали под себя. Ага. Мы сделали две сиелки. Одна шестиметровая, а другая у нас пятиметровая сиелка. Ага. Ага. В чем достоинство, Сергей Васильевич, вот этой вот сиелки? Как она адаптирована к местным условиям? И в чем преимущество? Достоинств у нее очень много, по сравнению с другими сиелками. Да. Первая цена. Ага. На сегодня такая сиелка, если сделать даже что-то на цене металла, ну будет, цена поднялась в два раза металла, но за миллион она обойдется. Ага. Ящики заводские купить надо, все остальное самодельное. Да. Максимум миллион. Вот так. Да. Ага. В сиелке. Здесь нет ни одного подшипника. Она, в принципе, не ломается. Ага. Да. Заделка у нее, в принципе, и лучше, чем у заводской американской сиелки. Угу. Лучше сеет она. То есть не заминает? Нормальный посев. Да. Это сиелка не точного посева. Здесь обычные ящики СЗ, они высевают как СЗ. Ага. Современные сиелки, они же точно высевают. Ну да, да, да. Но это сколько они стоят. Ну да. Вот шестиметровая сиелка. Ее таскает, спокойно может трактор МТЗ таскать. Ага. Ну, то есть для начинающего фермера, для небольшого хозяйства. Ну, сегодня трактор Ростельмаша стоит 16 миллионов. 16 миллионов стоит трактор. Для сиелки, для комплекса. Угу. Здесь обойдется МТЗ. Сколько надо сказать? 3 миллиона стоит. Плюс сиелка миллион. 4 миллиона ее можно сделать. Будет комплекс. И она будет высевать там до 40 гитар в день. Угу. В принципе, качество посева устраивает. И она, в принципе, почти не ломается. МТЗ. И мы ее высеваем, начиная от рапса, в чистом виде семена сеем. Вот так вот. И мелкосемянные. Да, мелкосемянные и все. И все остальные. Все остальные культуры. И подсолнечник. Все мы ее высевали. Все культуры мы ее высевали. И проблем мы с ней не имеем. Замечательно. И сегодня стоит вопрос. Нужен тот комплекс. Ага. Ну, комплекс обойдется нам больше 30 миллионов. Имею ввиду сиелка и трактор. Больше 30. Ну, трактор стоит 16 миллионов. И сиелка. А так 4 миллиона. А так 4 миллиона. Да. И да, 30 миллионов – это наш годовой бюджет, что мы за год производим продукцию. Когда мы ее отработаем. И на сегодня, вот, благодаря таким сиелкам, у нас урожай сейчас стал стабильный. И каждого немножко выше, выше, выше. Ага. А урожай какой? Вот по основной культуре, по озимой пшенице? Я всегда говорю, вот для нас сравнение, наша зона. Если у нас 30, то Краснодар 100 выше 100. Это одно и то же. А, ясно, ясно. По весовой категории одно и то же. То есть, если мы получаем там 25, это стабильно выше 80 в Краснодаре. Это равноценно. Ага. 25 получается? В этом году мы получили пшеницу около 30 центнера. Ага. Да. Хорошо. Так, посмотрите наши почвы. А. И без грамма удавления почти без грамма химии. А, скажите, вот почвы, как они характеризуются? Что за почвы? Мы подойдем, посмотрим ближе. Ага. Да почвы дойдем сейчас. Давайте играем в следующую сиелку. Это 5-метровая сиелка. Это 5-метровая сиелка. Но она такая же. Все то же самое. В принципе, да. То же самое. Немножко мы... Цепи. Цепи загортать потом. Выравнивать. Потому что в любом случае канавка остается. Заделка идет полная. Но канавка остается. Чтобы было более ровное поле. Поставили мощные цепи. И получается прекрасная. То есть следа потом почти не остается? Да. Следа почти не остается. Хорошо. Да. То есть вот то, о чем говорил Дридигер. Волокуши. Там эти... Не волокуши, а вот это вот лучше. Цепи. Обычные цепи купили. И даже цепи. Я поехал на блошиный рынок в Юпатории. Ага. Цепи, они же там тоже как металлон. Да, да. Да. Ну это старье. Они стерню не убирают с поля? Не, не, не. Бывает немножко проблема с этими сиелками анкерными. Если по отчёсу весной сеем. Когда немножко сыроватая почва. Ага. Но у нас, у наутильщика, у всех есть такое нетерпение. Начинается весна. Все посеяли. А мы ждем. Нашей влаги много. Не можем выйти. Ждем, ждем, пробуем. А вот потом, когда время прошло уже, начинаем сеять. Нормально пошла. Но все намного позже. И всегда же у нас, если вы знаете, в наутильщика весной, на полях гадкий утенок сразу. Такое страшное. Да, да, да. А потом все меняется местами. Не, меняется местами. Ну да. Все гораздо лучше, чем по традиционной. Ага. А вот скажите по отчёсу. Это интересно. Вот то, что Саша задал вопрос. По отчёсу сначала скажите, чтобы не забылось. По отчёсу какая проблема? Он валит? Нет. Он стерню ложит, да. Ложит стерню за счет цепи. Ну, бывает немножко проблем, бывает немножко горнет. Бывает. А, ясно. Конечно, желательно, если бы был монодиск, то по монодискам можно сеять в любую стоячую массу. Это было бы очень здорово. Ну, сегодня, когда невозможно купить эту технику такую дорогущую, вот это полностью выход. И доказали, мы это доказали. И это при этом у нас есть с Сахалиной. Вы проезжали, рядышком ехали с Сахалиной. Вы проезжали возле него. Они уже сеют лет, наверное, 12. Больше такими сиелками тоже. Ага. И у них на сегодня лучше задай по району, по Сахскому. Вот такими сиелками. Результат, да? А у вас каждый делается свой вариант сиелки, да? Такого не налажено, чтобы кто-то делал для всех, нет? У нас есть один фермер, который здесь, Розунский район, он занимается. Он по заказу может изготовить сиелку. А, вот как. То есть... Просто мы пошли путем, что лучше сделаем сами. Ага. И каждый, понимаете, видит свое... Ну, каждый своя правда, как говорится. Каждый видит свое. Ага. Мы посмотрели, первый забрел Барков. Его сиелка, ну, для первоначала была хорошая. Усовершенствовали Сусловы. Посмотрели, у них вроде как хорошо, но можно сделать лучше еще. Угу. Мы уже сделали по-своему. Угу. Ну, вот по-своему здесь очень интересный... Вот это, гляньте сюда. Ага. Снимите. Да. Шатуны стоят, видите? Трактор СОТК, 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 Бульдозера. Шатун. Вот шатун стоит целиком. Ага. Там стоят вкладыши. Смазывается и оно очень легко ходит. Ага. То есть сейчас можно человеку, если нет стоек этих, легко поднимать и опускать. Без всякой нагрузки. Ага. 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 Еще на той сиелке у нас на трубе стоит все. Ага. И там по-другому сделано. А здесь шатуны уже намного лучше и проще. Угу. И при севе она будет тоже учитывать рельеф или вот эту шатуну? Рельеф оно не учитывает. Оно просто меньше нагрузки на цилиндры, на все остальное. Ага. Ясно. Просто легко опускается, легко заглубляется и держит. Угу. И меньше износа идет здесь. Ага. Саша, что хотели спросить еще про эти самые, про двухдисковые? А что ты хотела? И почему двухдисковые сеете после чего-то еще нет? Мы сеем двухдисковые после чего-то сеем. По весне, когда почва подсыхает, дисковый лучше идет. Угу. Особенно еще осенью упадет. И мы сеем все посевы на глубину до трех сантиметров. А зима я имею ввиду. Глыбше не сеем. Вторая мы сеем два сантиметра. Но эта сеялка не посеет идеально от точной глубины. Бывает где сантиметр, где может и пять сантиметров быть. Поэтому для того, чтобы точнее был высев на этой сеялке, надо, чтобы поле было как можно ровнее. Поэтому мы все операции посева проводим под углом каждый год. За эти годы мы уже поля более-менее выровняли. Где заходим новые поля, естественно, там волны такие получаются. Эта сеялка не посеет идеально. А после подсолнечка? После всего она нормально сеет. Подсолнечка так само мы сеяли по нулю. Этой сеялкой сеяли. Кукурузу после всего мы будем проезжать. Поле посмотреть кукурузу, но мы там не будем останавливаться. После подсолнечка пшеницы? Мы не сеем после подсолнечка пшеницы. Сеем и все ей. И подсолнечник сеяли, и кукурузу. Все-все культуры сеем этой сеялкой. Только раз в нежурядье делаем. На сегодня, когда поля выровнялись, заделка стала более-менее равномерной. Еще раз, по подсолнечнику мы пора, что не сеем зерновые. Мы зерновые сеем только после бобовых и льна. Так, извините, если вы спрашивали вопрос. Я уже спросил. Еще раз. По прикатке. А, по прикатке. Ну, я ярый противник прикатывания, лишнего травмования почвы. Сеялка заделывает, сеялка ложит на твердые ложи. И не нужно никакого прикатывания. Она сразу присыпает на твердом ложе. И семена прекрасно прорастает. Прекрасно справляется. И для тех хозяйств, которые не могут себе позволить дорогущие сеялки. Вот пример, как ее можно элементарно сделать. Совершенно ничего сложного. Качество посева, я считаю, для нас прекраснейшее. Даже не хорошее, а прекрасное для нас. Мы сделали две сеялки. Первую мы сделали шестиметровую. Вторая сеялка у нас пятиметровая. А что после подсолнечника сеетесь? После подсолнечника мы сеем горох. А горох – это культура предшественника. Гораздо лучше пара. Так, вопросы поселки. 20 сантиметров. Подсолнку грузу на 40. А на 40? Да. Главное – выдержать норму посева. Высев. Если высеваем, допустим, там 40 миллионов. Не важно оно, 70 сантиметров, 20 сантиметров. Чтобы 40 миллионов было на гитарах посеяно. 40 тысяч. То есть, извиняюсь, 40 тысяч. Заговорился. По зерновым мы высеваем 2 миллиона всех. Австралийские и канадские сеялки. Там узкие колеса прямо за анкером. То есть не цепь, а узкое колесо выравнивающее борозное. Вы не пробовали? Не нужно ничего здесь. Ну понятно. Ставил первую сеялку Дмитрий Петрович Барков, которую изобрел. Он поставил за каждым анкером колесико прикатывающее. Нет, узкое прикатывающее. Любое колесико для нас большая проблема. Осенью оно нормально работает. Весной очень сильно налипает грязь. Мы весной не можем сеять дисковые сеялки. Потому что за каждым диском стоит прикатывающее колесо. Налипает очень сильно земля. Здесь ничего не налипает. Заделка просто прекрасная. Ложиться на твердые ложи. Что еще надо? Землей присыпало влажно и все. Есть вопросы еще? Если нет, то будем двигаться дальше. Бассейн, скажите, если на поле большое количество опожжневых остатков, не горнет оно? Бывает горнет, бывает. Единственное, что желательно, мы немножко ту сеялку сделали три ряда, это четыре ряда. Желательно, чтобы было четыре ряда. Чтобы шире были между ряда. Здесь у нас 80 сантиметров между анкерами. Чем больше расстояние, тем меньше они нагребают. Бывает такое, что горнет. Но это, если посчитать те плюсы и минусы там и там, здесь получается много больше плюсов. На сегодня нас это устраивает. Да, я бы хотел иметь хорошую сеялку точного высева. Монодисковую. Я бы очень хотел иметь. Но если я не могу себе позволить ее. И заниматься наутилом. Вот реальный выход заниматься. Когда изначально эта сеялка изобреталась, Петрович Барков сделал ее, поставил стойки с баронок. Взял верхний металл. Там сколько там сантимта, сколько толщина его. С них делал. Мы первые взяли с культиватора КПС. Стойки. Где лапки держатся. Они пошире были. Это широковато. Потом переделали. Взяли с культиватора КРН. Рыхлители. Они узкие. И сузили, видите, крылышки на концах. Но сначала были широкие. Оно больше чернила. Сейчас узенькую сделали. Намного меньше чернит. Я считаю, что чем меньше прорез. Чем меньше земли темной будет. Тем это лучше. Пока мы нашли такой выход. Для себя.